30 минут о стильном и красивом, добром, душевном и немного праздничном, что вопреки всему все-таки происходит в нашем большом городе. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Начнем с бьюти-идеи и посвящена она будет улучшению внешности. Ведь когда человек чувствует себя ухоженным, он чувствует себя еще более уверенным, а в конечном итоге и более счастливым. Держи голову в холоде, а ноги в тепле, гласит народная мудрость. Про руки в ней, кстати, ничего не сказано, но мы это упущение сейчас восполним. Я хочу рассказать вам о спа-ритуале Ларик. Это сеанс релаксации, ароматерапии и ухода за руками. Начинается сеанс с того, что мы зажигаем аромасвечу. Когда она начинает плавиться, она создает аромат. В ванночку для рук добавляется уникальное молочко. Оно увлажняет, питает кожу, также создает прекрасный аромат. Попадая в ванночку, молочко становится облаком и начинает благоухать. В линейке несколько видов аромамолочка. Это экзотические фрукты, зеленый чай, лесные ягоды, лаванда. Розы, которые участвуют в оформлении спа-ритуала, они непростые. Они сделаны из мыла. Попадая в ванночку, они растворяются, также увлажняя кожу, питая ее. Следующий этап – это очищение кожи скрабом. Он также обладает ароматическим эффектом. Продолжение следует... Эта свеча сделана на основе пчелиного воска. Также в состав входит алоэ и кокосовое масло. Аромовоск – это уникальный продукт. Он обладает заживляющими, противовоспалительными свойствами. Также питает и ухаживает за кожей рук. Спа-ритуал «Горячая свеча» – это все в одном. Натуральный воск, помимо своих терапевтических свойств, к тому же еще и борется с пигментацией. Рукавички, которые мы используем в спа-ритуале, наполнены рисом. Перед тем, как надеть, они подогреваются, и таким образом создается термоэффект, благодаря которому все полезные компоненты проникают еще глубже. А еще здесь происходит уход, релаксация, эмоциональное восстановление с большим количеством тепла, которое сейчас особенно необходимо. Презентации новых автомобилей в нашем городе обычно проходили с большим размахом. И в нынешнее непростое время данные традиции решили не изменять. Автопремьеру, организованную с соблюдением всех необходимых требований и норм, посетила съемочная группа Beauty Time. Автосалон «Ауди Челябинск» всегда отличался яркими вечеринками, креативными идеями, особенными эмоциональными презентациями. По случаю 11-летия «Ауди» в Челябинске традициям решили не изменять. А потому с соблюдением всех необходимых мер устроили праздник, посвященный также новым автопремьерам. Мы находим источник вдохновения сами. Даже вот сегодня мы решили день открытых дверей. Мы прекрасно, видите, у меня есть специальная защитная маска, мы сохраняем расстояние. То есть мы создаем сами настроение, мы ищем марки в истории, в легенде. Мне иногда кажется, что мы все «Ауди» полюбили, потому что полюбили Марию. И «Ауди» теперь у нас семейная машина. Саму марку люблю за его прекрасный полный привод Quattro, который дарит зимой просто невероятные ощущения. За качество отделки. За что я люблю салон «Ауди» и «ТТМ» Марии Грутасову. Это, конечно, за те стандарты качества, которые она воплощает в жизнь в своей ежедневной работе. За 11 лет мы, конечно, наблюдали очень много новинок, моделей. И очень рады, что в этом году, в 2020, в таком трудном году, в году високосном, мы имеем новинки. Такие новинки, как новые обновленные «Ауди А4» и абсолютно эмоциональные, спортивные, стильные, модные «Ауди А5». У нас представлен новый «А4» с двухлитровым мотором 249 л.с., 6 секунд до 100 этот автомобиль набирает. Здесь у нас спортивный салон «С-Лайн», руль спортивный трехспицевый со скошенным низким сегментом, спортивные сидения «Кош» с «Алькантарой». Автомобиль оснащен полностью бесключенным доступом, можно не заставать его из кармана. Как у вас отношения с новыми автомобилями складываются? Вы сразу же? Я являюсь и все. Ну, прощаюсь, всегда с машины целую, обнимаю. Полностью виртуальная приборная панель, место с педометометрометром, на которую можно будет вывести при желании навигацию. Навигация 3D. «Это совершенно новые инновационные ММА, мультимедийные интерфейсы, это новые кокпиты абсолютно, это удобство в управлении с возможностью голосового управления». Пропорционально тому, как автомобили становятся совершеннее, крепнет любовь поклонников бренда «Ауди» в нашем городе. И это неудивительно, поскольку во многих случаях отношения складывались годами, а настоящая дружба всегда бесценна. Прежде всего в клиентском бизнесе очень важно, чтобы приходить и возвращаться туда, кто тебя все время ждет, кто тебя знает, твои особенности, вкусы, привычки. Сюда приезжаю просто к себе домой, к друзьям. Я искренне поздравляю автосалон с 11-летием. Такой бизнес, который необходим людям, мы без машины уже не можем, это наш второй дом. Мне хочется поздравить компанию с такой красивой датой – 11 лет. Ура! Рок-н-ролл жив! Это я про рок-н-ролл акробатический. Это направление танцевального спорта в последние годы очень активно развивается у нас в Челябинске. Наша школа пока еще очень молодая, но уже есть первые результаты. А с мастер-классами к нам приезжают спортсмены мирового уровня. Акробатический рок-н-ролл – это зажигательный вид спорта, сочетающий в себе танец и акробатические элементы. Мы можем включить туда и хореографию любую. То есть, начиная с современной хореографии, взять наших друзей брейк-данс, например, у них, да, что-то можем себе взять. У нас программы длятся до трех минут. И в этом всем есть и танец, и акробатические элементы, и какая-то постановка, задумка тренера. И времени отдохнуть совсем нет, то есть ты постоянно в динамике находишься. В акробатическом рок-н-ролле выделяют парные выступления и групповые, которые называют «формейшн». Ограничений по возрасту нет. Ребята начинают заниматься с детского сада, а иногда на площадку выходят и возрастные спортсмены. Можно более спокойный спорт попробовать, но кто силен духом, кто живчик такой, они все, конечно, за рок-н-ролл. И часто бывает такое, что приходят именно более возрастные пары на индивидуальные занятия. Их не смущает темп, подъем ног, ничего не смущает. Однако, вне зависимости от того, сколько вам лет, этот спортивный танец всегда требует хорошей физической подготовки. Он очень ритмичный, очень быстрый. Здесь нужно держать себя в очень хорошей физической форме. Есть и кардио-тренировки, это все отдельно. У нас есть общая физическая нагрузка и специальная физическая нагрузка, которую нужно всегда делать. Вне зависимости от того, где ты стоишь в паре или ты стоишь в формейшене. У нас прыгучий вид спорта, мы все на пружинке, мы все бросаем ноги. А если это еще возрастная категория, М-класс, например, дисциплина, М-класс микс мужчин и женщин, то там еще и ты не только ноги бросаешь, еще и девочек подбрасываешь в воздух. Поэтому нужна сила, выносливость. В общем, такой энергозатратный вид спорта. Акробатический рок-н-ролл достаточно новое направление танцевального спорта не только для челябинцев, но и для страны в целом. И несмотря на это, сегодня российские спортсмены считаются одними из лучших на мировой сцене. Побывать на мастер-классе одного из действующих чемпионов мира – это настоящий подарок. Его получили челябинские спортсмены. Дмитрий Беляев – мастер спорта международного класса и действующий чемпион мира и Европы по акробатическому рок-н-роллу. Свой первый титул чемпиона мира Дмитрий получил в парном зачете в 2014 году. А в 2018-м спортсмену выпал шанс выступить в составе московской команды «Стратегик Бриллиант», с которой Дмитрий пришел к победе и стал чемпионом Европы. Я не думаю, что у меня был какой-то талант, когда я приходил в 8 лет. Не думаю, что у меня вообще что-то было. И вообще я попал случайно в этот вид спорта. И так же, как все, приходил. Мы сидели на полу, хлопали в ладоши, чтобы расслышать этот темп музыки и понять, как вообще танцевать, почему именно сейчас нужно хлопнуть. И все это постепенно, с упорством, с трудом, со всеми трудностями, преодолевая их, как и в любом спорте, я думаю. Старайся в 5 и 6, делай 5 и перепрыгиваешь ногу, ставишь 6. Попробуй вместе со мной, подними 5 и перепрыгни сначала, поставь 5. Нет, сделал бросок, прижал коленку и перепрыгнул. Вот, теперь ставишь, вот. И так всю программу. Давайте, сели сначала. Готовы? Поехали. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Раз, два, три. Пам. Сейчас будем с ними работать конкретно по их программам, отрабатывать. Подсказываю, что-то новое даю ребятам, какие-то новые движения, чтобы они тоже слушали не только своего тренера постоянно, чтобы, допустим, человек со стороны, как я, приехал, помог, подсказал. Подняли коленку, высоко, носок натянут, носок прижат к колене, опорной ноги, то есть вот сюда прям прижали. Я бы хотела познакомить Дмитрия, конечно, со своими парами, потому что я думаю, он не первый, не последний раз приезжает в наш город, чтобы он показал новые фишки. Я думаю, в Москве это все-таки быстрее все происходит. Так как все-таки в Челябинске акробатический рок-н-ролл еще достаточно молодой вид спорта, приезжают ребята чуть поопытнее, допустим, в этот раз приехал я. Приедет тот и другой, вот, и мы подсказываем, помогаем, направляем их в нужное направление. Танцы подарили этому виду спорта смысловую составляющую. В каждом номере заложена идея. На площадке ребята рассказывают свою историю. Примеряем роли определенной темы. И если отклик дает по темпераменту, то мы продолжаем дальше, и мы ее развиваем. Если нет, мы останавливаемся, идем в другую сторону. То есть тут все зависит от самой пары. Есть более мягкие, такие, пластичные, а есть прям такие. Артистизм и актерские качества оцениваются наряду с другими составляющими. Постановка программы, музыкальность, ритмичность во время основного хода, это вот наше основное движение ногами, танец, танцевальные фигуры, композиция и акробатические элементы в программе. За два часа мастер-класса нужно было успеть многое, отработать базовые движения, научиться новым элементам и почистить номера. Но этим ребятам не привыкать к быстрому темпу, ведь они спортсмены акробатического рок-н-ролла. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Всем привет, меня зовут Саша. Вот уже много лет я снимаю красивые сюжеты для телевидения. И то, чем я занимаюсь всю свою профессиональную жизнь, в последнее время стали называть создание видеоконтента для YouTube-канала. Сейчас вы увидите, как мы с коллегами открываем новый YouTube-канал, наполняем его интересными видеороликами и презентуем стратегию продвижения. Это проект Лид Магнит. Поехали! А теперь я хочу представить свою команду. Анатолий и Павел Ну что, уважаемые коллеги, я вас поздравляю. У нас прекрасная тема, красивая и вкусная со всех сторон. Это гастрономическая тема. Но я напомню нашим зрителям, что Павел в течение нескольких лет продюсировал телепроект «Властелин кухни». И он знает, как это все красиво и вкусно можно снять. Ну а в данном случае он переосмыслил всю эту тему в контексте YouTube. И теперь послушаем тебя, Паш, что ты придумал, как это все нужно будет подавать нам в данном конкретном случае. Уроки от шеф-повара, секреты приготовления, а также два конкурса «Едим и выигрываем» и «Блюдо для меню». Спасибо, Павел. Ну а теперь выслушаем Анатолия. Он представляет стратегию оптимизации этого видеоматериала на YouTube. Сейчас на YouTube популярны как и рецепты. Ну то есть люди ищут такие запросы, как приготовить шашлык, как сделать пиццу, как замариновать мясо и так далее. Но и есть форматы, которые совершенно непонятно, почему стали популярными. Например, поедание еды. То есть человек садится перед камерой, поедает курицу в течение 15-20 минут. И это смотрят люди миллионами. Есть даже профессиональные поедатели еды. Мы обязательно попробуем такой формат внедрить в наш канал. И я предполагаю, что такие ролики будут неким локомотивом для нашего канала, которые помогут очень быстро продвинуть видео и весь канал в целом. Сейчас еще хочу некоторыми мыслями поделиться. Буду говорить как маркетолог, а не как журналист и ведущая. Сам канал может стать отдельным направлением бизнеса. И он тоже будет приносить доходы. Он будет привлекать поставщиков продуктов, питания. И, возможно, меню этой компании доставки тоже расширится. И, в общем, с одного YouTube канала может начаться развитие большого бизнеса. Ну что, стратегия понятна. С планом съемок мы определились. Приступаем. Я очень счастлив, ведь кулинарное шоу – мой конек. Более 20 лет я создаю кулинарные видеопроекты и рекламные фудролики. Еда никогда не выйдет из моды, поэтому канал «Сдобная деревня» скоро выйдет в топ. Итак, плейлисты, которые с помощью нашей команды будут наполняться на канале. Первый плейлист – красивые презентации блюд «Сдобной деревни». Зрители часто хотят видеть красивый процесс приготовления еды, сырые ингредиенты, готовые блюда и все, что происходит в процессе. Качественный свет, крутая камера и блюдо готово для доставки к вашему столу. Уроки приготовления. Это пошаговая инструкция для начинающих от шеф-поваров «Сдобной деревни». Каждое видео начинается с презентации ингредиентов и инструментов. Китры с информацией помогут понять, что и в каком количестве требуется для приготовления. Это облегчит процесс обучения. Секреты приготовления. В гости к нашей Саше будут приходить повара. Они поделятся секретами приготовления блюд, расскажут новости ресторана и немного о себе. Будет весело и вкусно. Едим и выигрываем. Видео людей, которые просто едят перед камерой, например, пиццу, набирают миллионы просмотров. Мы объявим конкурс. Зрители будут присылать нам видео, как они едят пиццу, шашлык или пирог. Автор видеоролика, набравший больше всего просмотров, получит большой приз. Остальные поменьше. Бизнес нашего клиента идеально подходит для продвижения через YouTube. Для нативного продвижения мы используем кулинарные рецепты. Такие ролики будут сами себя продвигать и генерировать трафик. Для активного продвижения мы настроим таргетированную рекламу в Google Ads. Так как это компания доставки еды и работает в определенном радиусе, и чтобы не распределять рекламный бюджет, мы таргетируем нашу рекламу по геолокации именно в том радиусе, в котором работает эта компания. А для того, чтобы еще сократить расходы, мы настроим ретаргетинг. То есть те, кто заходил к ним на сайт или видел ролики на их YouTube-канале, будут видеть догоняющую рекламу. И мы помним, что у маркетинга есть две функции. Это охват и захват. Каким образом мы будем делать захват? Под видео у нас будет в описании ссылка на их сайт, где люди могут заказать себе еду, позвонить и обратиться в эту компанию. Особенность кулинарной тематики в том, что здесь очень большая конкуренция. Это можно, конечно, считать минусом, потому что сложно двигаться в кулинарной программе, и нужно искать теги с большим объемом и с низкой конкуренцией. Но также это является и плюсом, потому что ролики очень быстро устаревают. И если мы будем делать ролики регулярно, то у нас есть все шансы занять все самые объемные теги. И захватить такие теги, например, рецепт шашлыка, рецепт пиццы, или как приготовить пиццу, как приготовить шашлык. Если вы захотите найти рецепт шашлыка в YouTube, вы обязательно увидите наш ролик. Итак, дорогие друзья, сейчас нам Павел покажет часть видеоконтента, который мы собираемся залить на YouTube-канал «Сдобная деревня». Мы сняли 8 роликов. Одна половина контента у нас получилась художественная, а вторая, можно так назвать, документальная. Да. Смотрим вторую часть? Давайте посмотрим. И вот 4 минуты в печи. И мы имеем вот такую радость. Мне понравилось, что люди, которые, по сути дела, первый раз оказались в кадре, проявили себя как настоящие телевизионные профессионалы. Да, абсолютно не стеснялись, не смущались. Они выполняли свою работу, и это все очень красиво презентовали публике. А вот сейчас посмотри вот этот момент, как ты жуешь. Я здесь поддерживаю тот самый тренд, когда люди перед камерой едят. Я, конечно, еще пока не готова себя воспринимать в этом качестве, но, в принципе, главное дело практика, и дальше у нас все получится. Посмотрим, как зайдет. Для нас закон – это то, что популярно на YouTube, да? Мне очень нравится кулинарная съемка, во-первых, потому что, когда все заканчивается, мы это пробуем, и это действительно вкусно. И такую продукцию мне не стыдно продвигать, и поэтому я с удовольствием буду настраивать рекламу, с удовольствием запущу продвижение. Это хорошо зайдет, это как раз именно те форматы, которые хорошо продвигаются, как в качестве рекламы, так и в качестве просто роликов. И чтобы не быть голословным, Толик действительно взял тесто и приготовил пирог по рекомендациям пекаря Вардуи, которая представляла эти пироги в нашем ролике. Ролики сняты, смонтированы и залиты. Стратегия продвижения одобрена, новый канал запущен. И если вы смотрите это в YouTube, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Это Литмагнит. Мы продолжаем следить за ходом событий проекта Модель Икс. Участницы уже прослушали весь курс лекций по стилю, посетили косметолога и визажиста, подобрали себе нижний гардероб и начали знакомиться с коллекциями челябинских бутиков. Ну а мы еще раз хотим вам представить этих красивых девушек. Меня зовут Наталья, предприниматель. Меня зовут Ольга, я директор компании. Меня зовут Марина, по профессии я программист. Меня зовут Анастасия, мне 16 лет. Меня зовут Лариса Кинкова, я занимаюсь недвижимостью. Меня зовут Нина, я по профессии кондитер. Меня зовут Мила, занимаюсь я страхованием и туризмом. Меня зовут Даша, мне 15 лет, я учусь в школе. Меня зовут Нина, я учусь в школе. На проект Модель Икс я пришла, чтобы еще больше узнать о моде. Я хочу стать лучшей версией себя. На один, на два, на десять шагов приблизиться к этой цели. Также мне очень нравится мода, я бы хотела как можно больше узнать о ней. Я, в общем-то, очень люблю обучаться и хочется все-таки новых знаний. Поменять стиль, потому что у меня, в принципе, все классическое, а хочется больше яркости, свежести, адреналина. Увидеть себя в новом стиле, с новым имиджем. Продолжать свое обучение, совершенствоваться в стиле, в моде, в имидже, потому что это такие сферы, которые здесь нужно постоянно обновлять свои знания. Точно, чтобы они смотрели на меня как на интересную женщину, женщину, которая в курсе всех тенденций современных в моде. И мне очень нравится пробовать разные стили на себе. То есть я могу ходить и в больших толстовках, и в элегантных костюмах, и на каблуках, и в кедах. Надеюсь, что этот проект поможет мне развить еще какие-то творческие свои начала. Также впоследствии я бы хотела разработать свой индивидуальный стиль. Тем более здесь, в имидж-клубе Светлана, прекрасные педагоги. Это не первый мой проект с ними, поэтому я знала, куда иду. Продолжение следует... Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале BeautyTimeTV, а также на страницах в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, комментируйте и поддержите нас своими лайками. А на этом выпуск завершен. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok